Погода мешает приступить к уборке зерновых на юге края. В Санчурском районе в СПК Заозерные комбайны стояли в полной готовности почти неделю, чтобы выйти в поле сразу, как только прекратятся дожди. С места событий репортаж Ивана Швецова. Наиболее благоприятные сроки для уборки пшеницы уже наступили. Сейчас зерно имеет оптимальную структуру и пригодно для уборки комбайнами. В период уборки, когда сохраняется наиболее высокий биологический урожай, при устойчивой погоде обычно составляет всего 7-10 дней. При затягивании уборки увеличивается разрыв между биологическим и фактическим урожаем. Перестой пшеницы на корню приводит к потере урожая из-за осыпания зерна, обламывания и полегания колосьев. Именно это сейчас и происходит на полях СПК Заозерский в Санчурском районе, где посеяна озимая пшеница. Величина потерь урожая будет зависеть от многих факторов, но прежде всего от погодных условий. Чем дольше будут идти дожди, тем меньше будет урожай. Сельхозработы практически никакие не идут, потому что была сначала засуха, а сейчас вторую неделю идет дождь, и каждый день техника стоит готовая, зерновые все поспели, нужно было убирать. А заготовку кормов мы давно закончили, так что сейчас никаких полевых работ. Идет маленько подъем пара, и зябку начинаем поднимать, где свободные поля. Но погода не единственная проблема для сельхозпроизводителей Санчурского района. Полакомиться зернами пшеницы на поля слетаются целые стаи галок и ворон. От их дерзких нападений на тучные нивы остаются целые вытоптанные и опустошенные полосы. Урон от летающих воришек в этом году будет немалым. Бороться с этим практически стихийным бедствием трудно. Отстреливать птиц запрещает закон. Вроде бы и так, птицы-то безобидные, но они нам приносят огромный-громный урон. Они берут полосу, вот здесь еще небольшое с уголка они взяли, и вдоль поля могут метров 50, там на какое поле есть длина, такое и стирает. Вообще солома здесь еще вот маленько есть, стерня, а так стерня полностью все не укладывает, ни зернышка, ничто нет. Сельхозпредприятия Санчурского района – основные плательщики налогов во все уровни бюджетов и основы местной экономики. СПК Заозерский – один из лидеров агропромышленного комплекса Кировской области. Хозяйство, у нас здесь работают руководители, как уже говорил Василий Петрович Камаев. Стаж у него большой, у него замечательная команда, грамотные специалисты. Конечно, не хватает рабочих рук, поскольку в этом хозяйстве работают 65 человек, значит, занимаются здесь молочное скотоводство и растеневодство. Около 3,5 тысяч гектар земли, поголовье 550, по-моему, одна голова скота и 225 коров. Они каждый год приобретают новую технику, и, значит, в прошлом году приобрели 30 нителей. Как и повсюду в Кировской области, сельхозпроизводителям Санчурского района не хватает квалифицированной рабочей силы. Молодежь не спешит отправляться на работу в село. Отток трудоспособного населения происходит еще и потому, что поблизости стоит крупный город. От Санчурска до Ешкар-Олы всего 55 километров. Ну, специалистов мы как обходимся, рабочих рук у нас, конечно, не хватает. Возраст у всех уже, как и у многих, более 50 и средние где-то 45-55 лет. Проблема-то, по-моему, всего села. Для уборки урожая озимых нужно всего несколько погожих деньков. Современная техника позволяет работать в поле практически круглосуточно. Отметим, что на этой неделе синоптики обещают на юге Кировской области относительно сухую и ясную погоду. А это значит, есть надежда сохранить и собрать урожай. Иван Швецов, Денис Тружков, Вести, Кировская область, Санчурский район.